Здравствуйте, меня зовут Анна Лужбина, и я хочу прочитать отрывок из своей книги «Юркие люди». Бабуничка говорила, что перед смертью люди понимают птичий язык. Ефим этому верил, как и многим другим вещам, которые рассказывала ему бабуничка. Прислушивался к чирикунью воробьёв, боялся знакомого слова. Бабуничка говорила, что родители Ефима летели в белом самолёте и упали в море, но что люди, упавшие в море, не умирают, а отращивают жабры и живут амфибиями. Бабуничка пела колыбельную про волчка, который придёт и укусит збачок. Волчок виделся Ефиму в бегущей по потолку тени, или волчьей вой слышался в ветре. Тогда бабуничка стала оставлять под кроватью блюдце с молоком и сухарики, и Ефим успокаивался. У бабунички был дом, закрытый ивой, и крыша у дома была голубая. На деревню малые крючки, всего 20 домов, а с голубой крышей только один. Ефим часто залезал на эту крышу, и все ладони были потом в голубых точках. Он ложился, раскинув руки в стороны, и обдумывал, как бы сделать крылья. С крыши дома бабуничка прыгать Ефиму не разрешала, слишком высоко. Поэтому Ефим мастерил крылья и прыгал с крышки компостного ящика. А напрыгавшись с ящика, прыгал с качелей, привязанных к ветке ивы. Размахивал конструкции из перьев и палочек, или растянутым бабуничкиным цветастым платком, на всё бестолку. В малых крючках школы не было, поэтому Ефим ходил в соседнюю деревню Большие Крючки. Там помимо школы 52 дома, а ещё рынок, церковь, банк и клуб. Идти было недалеко и приятно. Зимой на лыжах, а летом пешком через колючие колоски. В Больших Крючках Ефим мог купить что-нибудь на рынке. А ещё раз в месяц заходил в банк, чтобы снять бабуничкину пенсию и своё пособие. Сама бабуничка Большие Крючки недолюбливала до засуету. Да и вообще говорила, что деньги не так важны, как хозяйство. А чтобы всё было в порядке с хозяйством, бабуничка держала под скатертью заговорённые рожь и пшеницу. Субтитры делал DimaTorzok